Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с праздничным воскресным днем. Еще одно воскресное евангельское чтение напоминает нам о том, что мы приближаемся к подвигу Великого Поста. В предыдущие воскресные дни мы вспоминали Захтея, который, несмотря на свое положение, взобрался на дерево для того, чтобы увидеть Христа Спасителя. В прошлое воскресенье мы вспоминали мытаря и фарисея, которые пришли в храм помолиться, а сегодня нашему вниманию церковь предлагает притчу о блудном сыне. Само слово «блуд» имеет несколько значений в славянском языке. Это и плотской грех, это и блуждание, имеет смысл блудить, заблудиться, потерять ориентир, сбиться с дороги. И все это имеет одно коренное значение – блуждать, блуд. Конечно, сегодня церковь напоминает нам о том, как один из молодых людей, взяв то, что подобало от своего отца наследства, пошел во страну дальнейшую и, прожив, прокутив, прогуляв все имение, оказался в страшном положении. И вот сегодня церковь, напоминая нам эту притчу, говорит о том, что у каждого из нас есть главная цель в жизни. У каждого человека есть этот ориентир – богоподобие, поиск Бога, уподобление Богу. Вот это главное, что должен исполнить человек, живущий на земле. Познать Бога и уподобиться Богу. Это главный ориентир в нашей жизни. А награда тому, кто пройдет этот путь спасительный. Познает Бога, уподобиться Бога. Награда за это – возможность пребывать в Царстве Божием. Но как только человек начинает сбиваться с пути, как только он утрачивает этот жизненный, главный жизненный ориентир, то его на этом пути будут встречать различные искушения и испытания. И очень сложно будет человеку, не имея этого ориентира, главной цели, главного смысла жизни на земле, могут встретить на этом пути самые необычные, самые странные и страшные испытания и искушения. И вот этот молодой человек, о котором говорил Христос Спаситель в этой притче, потерял этот ориентир. Он ушел от этого ориентира, ушел от своего отца, думая, что он получил все необходимое для жизни. И теперь вся жизнь его будет наполнена радостью, весельем, увеселением и развлечением. Но это все проходит как пас, который появляется на время и исчезает. Проходит и богатство, и слава, и молодость, и здоровье проходят очень быстро в этой жизни. И наступает у человека испытание, когда он должен проявить и показать, что же он есть на самом деле. Если потерял человек этот главный ориентир и смысл в жизни, то дальше его ждут различные искушения и распутства, и плотские грязи, и страсти, которые препятствуют человеку найти правильный путь и пойти по нему. И вот сегодня эта притча призывает нас всех, как этот молодой человек, заблудившийся, взглянуть на свой внутренний мир, подумать о себе, о смысле жизни, задуматься о том, кто же я есть на самом деле. И он, познав себя, понял, что он имел и как он расточил это духовное богатство, наследие своего отца. Он осознал, что он есть на самом деле, и понял, в какие тяжкие прегрешения впал. И сказал сам себе, встану, пойду к своему отцу, потому что у моего отца даже слуги едят то, что я не могу сегодня есть. Даже слуги живут в лучшем состоянии, чем я. И он, осознав, взглянув в свой внутренний мир, осознал и понял, до какой глубины поверья он снизошел. Отец встал и пошел к своему отцу. Отец ждал своего возлюбленного сына, и, увидев его возвращающегося, встретил его, как своего любимого сына. Эта притча напоминает нам каждому о том, что и мы должны задуматься о себе, взглянуть в свой внутренний мир, и понять, что же я есть на самом деле. Вот вчера проповедник говорил нам о том, как однажды император ходил по тюрьме и расспрашивал всех, кто там пребывает, причину их пребывания в тюрьме. Но вчера, вы знаете, я не знаю, как вы восприняли, я прослушал это как-то так необычно, ну, как-то так обыденно. А ведь это незаурядное событие, оно и действительно имело место в жизни нашего общества. И оно чрезвычайно интересно и важно. И для того, чтобы понять, что же произошло, я сейчас попытаюсь еще раз рассказать об этом, как император однажды решил посидеть в тюрьму. И посещая камеры, встречался с заключенными и спрашивал, кто и по какой причине находится в этой тюрьме. И вот пройдя по всем камерам, он услышал одно и то же, что он, кто сидит в этой камере, честный, порядочный, добропорядочный человек, но по занятию осужден, незаслуженно, неправильно осужден. И вот пребывает здесь теперь. Все, кто отвечал на вопрос императора, за что сидит, говорил, что он честный, порядочный, хороший человек. Осудили ни за что, акклиментали его. И когда уже завершая посещение тюрьмы, проходя мимо одной камеры, спрашивает, а здесь кто-то есть? Да ему говорят, да, здесь один служивый, офицер здесь сидит. Он говорит, ну как же, надо зайти к нему. Заходит в его камеру и спрашивает, а ты служивый, за что здесь сидишь? И он ему говорит, царь, грешен я, виноват я, я служил отечеству своему, но оказался в таком страшном положении материальном, грешен, украл я, виноват я. Специально обращаясь к нему, это правда было? Он говорит, как ты смеешь? В этом благочестивом здании, в этом благочестивом заведении, здесь находятся все самые добрые, благочестивые, невинно осужденные. Ты, вор, находишься здесь. Здесь, сбор его отсюда. И выгнали его из тюрьмы. Грешен, вор. Он говорит, все здесь благочестивые находятся, все добрые граждане, незаслуженно осужденные. Один вор, вон отсюда. И выгнали этого служивого из тюрьмы. Вы знаете, я, когда слышал, читал, это думаю, надо же так, как интересно, да? Все благочестивые сидят в тюрьме, один только служивый, офицер украл. Украл. Ну, и вот он, грешник. Осознал он. Он понял, что он грешник. И вот эта, знаете, история, она, я думаю, что многих из нас должна тронуть и понять, что главное ведь, ведь Господь не ждет от нас чего-то необычного. Он же знает нас все. Он знает наш внутренний мир. Но вот он, как чадолюбивый отец, не ждет, чтобы мы сказали, я, Господи, ни за что здесь сижу. Я ни за что сужден. Я честный, порядочный. Ведь Господь же знает внутреннее наше состояние. А вот этот офицер, я думаю, что для каждого из нас может быть хорошим примером, как надо каяться. Да не надо оправдываться перед Богом. Не надо говорить, что я, Господи, ни за что здесь сижу. Я невинный, я честный, порядочный. Но вот если каждый подумает о себе, кто я есть на самом деле, да найдет в себе столько недостатков, нету никакого оправдания мне. И, наверное, надо, как вот этот служивый офицер отстал мной сказать, Господи, виноват я, грешным я. И тогда Господь скажет, вон, уходи из происходяний, нет тебе здесь места. И выгодит нас Господь. А где место для кающихся? Конечно, Царство Божие. Вот хочется пожелать, чтобы сегодняшняя притча о блудном сыне каждого из нас еще раз и еще раз взволновала, чтобы мы, слушая, читая и перечитывая эту притчу, попытались найти себя в ней. Каждый из нас. Конечно, у соседа каждый шучок в глазу видит, обребнув в своем глазе, как говорил Христос Спаситель, нам очень трудно в самом себе увидеть. И вы знаете, совершенно не случайно сегодняшнее евангельское повествование дополняет послание апостола Павла, который говорит, «Каждому из нас. Все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но не все назидает меня». И вот мы, православные христиане, в своей жизни должны ориентироваться посланиями святых апостолов, которые научают нас, как правильно следует жить в христианином, как правильно следует поступать нам в нашей жизни, для того, чтобы не потерять этот ориентир, истину, Бога. Но только стоит нам потерять этот ориентир жизненный, то мы заблудимся. То на нашем пути встретятся множество испытаний и искушений. И потерявшему ориентир очень трудно будет пройти через все эти испытания и искушения. И мне хочется пожелать, чтобы мы, как этот отставной офицер, как этот блудный сын, осознавая свое прежнее состояние и прежний порочный образ жизни, покаялись, осознали и сказали, «Господи, и я грешен, я тоже грешен, я много согрешаю, прости меня, Господи». И тогда Господь, как этого блудного сына, непременно встретит нас и простит нам наше прегрешение и воздаст каждому из нас в меру нашего покаяния. Мне хочется пожелать, чтобы сегодняшняя притча о блудном сыне вдохновляла нас на подвиг исправления. Конечно, мы понимаем, что мы грешные, что мы немощные, что мы падаем и спотыкаемся и вновь падаем, но чтобы никто из нас не сомневался в милосердии Божьем, потому что Господь ждет от нас искреннего покаяния и стремления исправить свой прежний, порочный образ жизни. Я желаю, чтобы Господь помогал каждому из нас на нашем пути в Царство Божие, чтобы мы никогда не теряли ориентир в своей жизни. И Церковь ежегодно напоминает нам об этом и готовит нас к предстоящему подвигу Великого Поста, когда все мы вместе, не в рот, а вместе, в одно и то же время, едиными мстами, единым сердцем будем обращаться ко Господу в молитве, чтобы Господь просил нам наше прегрешение и помог нам исправить прежний, порочный образ жизни. Алина. Спасибо, Господи, Улыбайся.